Привет! Привет! Вы на канале ДРМ и мы УЖАСНО ВОДЫ ВСЕМ! Мы решили открыть новую рубрику и будет она у нас называться СОКУМ ЯМИ, что значит очень вкусно. Мы будем находить разные вкусные и интересные вещи и снимать и показывать, делать их обсор. Да, Дэн? Да. Вот, например, сегодня мы пошли в магазин Косква и там купили вот такое замечательное крем-брюнет. Мы его случайно увидели, да? Угу. И мы решили, что нужно нам его попробовать. Не только попробовать, но и вам покажу. Да, Дэн? Да. Ну что, открываем? Да. Давай начнем открывать нашу банку. Давай сначала, значит, в этой упаковке вот таких вот шесть баночек. Баночки стеклянные. Ты тоже хочешь показать? Ну давай, сейчас мы откроем и ты покажешь, окей? Да, ты не откроешься, нам нужны ножницы. Итак, открываем нашу крем-брюнет. Давай, Гэра, сюда, тут есть. Значит, что я хочу сказать, что вот в этой упаковке, в этой упаковке есть ровно шесть вот таких баночек. Баночки стеклянные. То есть потом, когда мы его съедим, мы можем уже сами делать крем-брюнет и использовать эти же баночки. Удобно, правда? Я считаю, очень. Ты знаешь, мама, мне нужно сказать, или не нужно. Я же сам. Так. Так, здесь, подожди, что у нас там есть, покажи. Там есть еще вот такие пакетики, я уже просто прочитала на инструкции на оборотной стороне коробки. Это пакетики с сахаром. Коричневый сахар. Его надо сыпать сверху вот этой баночкой. Вот такая вот баночка. Красивенько. Кстати, изготовлено это крем-брюнет в Канаде. Да, изготовлено в Канаде и фирма называется... Марин. Марин. Да, ой, любят, куда идти. Я просто хочу рассказать, что к чему. Итак, сейчас мы откроем крышечку нашего крем-брюнет. Вот такие пакетички с сахаром. Открываем. Так. Снимаем фольгу. Осторожно будь. О, какое оно жёлтенькое. Теперь нам нужно насыпать сверху сахар. Я сахар. Сейчас будет самый, самый, самый интересный ангел. Я сахар. Я, честно говоря, не знала, что это нужно будет сделать. А что будет делать для меня сейчас покажу. Вот, реально высыпало у нас коричневый сахар на крем-брюнет. Теперь мы его аккуратненько, вот так, по всей площади нашего пленера расправляемся, вот так вот, да, ну, в общем, вот так. А теперь нам нужна зажигалка, другими словами, огонь. Итак, берем зажигалку, включаем и делаем следующее. Расправляем наш сахар, то есть огонь нужно держать над сахаром, чтобы он расплавился и покрыл наши крем-брюле. Представляете, как классно, для меня такого, честно сказать, я не знала, что такое нужно делать. Я думала, ну, просто крем-брюле, ну, просто амбрюле, просто амбрюле, ну, мне такая-то цепатика, все просто. Так, ну, наш сахар расплавляется не будет, пожаривать не будет, так вот. Амбрюле, по-моему, здесь еще несколько минут, можно откинуть. Амбрюле, ну, что? Амбрюле, попало, зато потом будет вкусно. Найдет, ну, нравится? Ох-хух-хух, это написано. Как. Телочек наш, справится? Так, да нет, видишь, как вкусится, да? Ну что, мы разбавили нашу палочку. Получилось вот такое вот прекрасное, прекрасно расслабленное баночок. А теперь самая интересная часть пробки. Да, ты скажешь, как? Ну что? Дэн, похоже на что? На мороженое? Угу. А что, не очень вкусно? Или вкусно? Славка? Будем еще покупать такое крем-белли? Да? Честно понравилось? Дэна так понравилась, что у него до вечи пропал. Да, Галина прям смеется с него. Теперь я решила попробовать, чтобы точно сказать, вот какая инсистенция у него. Приятная такая тюрьма. Очень нежная, очень воздушная, очень в меру сладкая. Очень вкусная. Ванильная. С добавлением ванили, ну честно сказать, это, наверное, один из десертов, который нам очень понравился. То есть, стоит покупать. Дэн, а ты что так нахуйнился-то? Что, так невкусно или что? Или так вкусно, что глаза закрыли, Дэнка? Что мы скажем нашим зрителям, Дэн? Ну, по-моему, сахару. По-моему, сахару. Можно использовать для вашего домашнего приготовления, да? И они огнеупорные. Ну что, сюжет отснят. Спасибо всем. Поставьте лайк для Дэнни и Ах. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. И мы еще увидим игрушки. Игрушки, да. И еще обзоры будут хорошие, вот такой вот интересный вид. Пока-пока. Пока-пока.